Установим на виртуальную машину операционную систему FENUX. Ну и, собственно, целью является, первое, это приобретение необходимых навыков для работы с виртуальной машиной и SOS Linux, а второе, это создание, собственно, рабочей среды, было бы хорошо, чтобы вы установили на свой компьютер, собственно, работу осуществляли не в виртуальной машине, а в компьютере. Значит, ну, по умолчанию мы делаем все в нашем дисплейном классе, минимально нам 4 гигабайта для нашей виртуальной машины нужно, 80 гигабайт место на диске, у нас в ДК стоит ТОС ГЕНТУ. У вас будут стейки тоже не так принципиально, мы будем ставить ФЕДОРУ, ну, чтобы было наименьше затраты сил. И вот у нас сайт ФЕДОРЫ, собственно, вот он. Тут несколько вариантов. Сборки, ну, основной это Workstation, мы будем делать вот этот вариант с i3, он делается в рамках проекта спины, спинс, разные спин-оффы от основного дистрибутива. Мы будем делать сборку, использовать сборку с i3. В принципе, конечно, можно взять любую сборку и настроить её так, как нужно, но проще уже минимальную вот эту сборку брать, и она достаточно компактная, меньше качать придётся. Ну, вам нужно скачать февотив, вот песочник, я его уже скачал. Вот я его скачал. Вот он, значит, его будем устанавливать. Так, что нам для установки? Ну, во-первых, вы должны помнить соглашение об именовании, чтобы везде было ваше имя. Ну, вот, собственно, как в исполненном классе мы делаем, ну, то есть, сокращение от имя отчества и дальше фамилия. Кратко давайте посмотрим последовательность выполнения работы. значит, если мы в дисплейном классе делаем, то загружаем Linux, если не в дисплейном классе, то то у вас есть, то и загружаете. Значит, каталог виртуальных машин. По умолчанию каталог находится на рабочем каталоге пользователя, поскольку рабочий каталог пользователя находится в сети и размер его ограничен, то предлагается ставить машину на VAR TMP, то есть, вы делаете вот каталог VAR TMP и ваш логин. Недостатки этого, то, что у вас привязан образ в конкретной машине, но в конце образ получается достаточно большой, минимально, скажем, 3, 6 гигабайта, у вас всего лишь гигабайт на диске, то есть, образный диск не расположится. И вы также должны настроить папки виртуальных машин. Значит, что у нас? У нас есть вот значение папки виртуальных машин. Давайте VirtualBox запустим. Мы можем задать эту папку с помощью графического интерфейса, файл настройки, общий. Вот у нас папка для умолчания. ну, значит, мы можем ее задать и с помощью командной строки. Значит, вы задаете папку war.tmp ваше имя пользователя. Давайте я задам как war.vm у меня на компьютере находится именно в этой папке мои виртуальные машины. У вас должно называться war.tmp и ваше имя. Давайте посмотрим. Видите, в rvm. Далее у нас хост клавиша. У виртуального менеджера витар машин virtualbox есть дальная клавиша. Она нажимается и передает какой-то внешний сигнал виртуальной машине. Если вы ее не настроите, то вы можете войти в виртуальную машину и не выйти в ростовую машину без хост клавиши. По умолчанию Oracle настраивает ее как правый control. У нас это конфликтует с настройкой в нашем дисплейном классе. В дисплейном классе на правом контроле у нас находится переключение языка. Ну и кроме того, мы тоже в лабораторных работах будем настраивать переключение языка внутри виртуальной машины по правому контролу. поэтому нам нужно перенастроить. Ну вот хост клавиши у нас настраивается опять. Здесь вот стройка. Вот виртуальная машина хост комбинация. Вот у нас тут комбинация меню. вы можете в графике то есть щелкнуть стереть пущую комбинацию и ввести клавишу. Клавишу. У меня это не всегда получается. давайте еще попробуем стереть и клавишу встать не получается. Ну для этого случая предлагается сделать это в командной строчке. Вот мы можем посмотреть какая комбинация у меня настроена. Вот это значение. Ну это значение соответствует клавише меню. Собственно вот это значение я и должен установить. Значит у нас это стандартное достаточно значение. Вот у нас тут на этой страничке вы можете увидеть и подобрать ту клавишу которая вам больше нравится. Ну теперь собственно давайте создадим нашу виртуальную машину. добавить добавить не добавить создать создать давайте назовем федора i3 вот он сразу выбирает по имени федора все значит у меня тут папка вот сюда я буду ставить у вас просто в этот по умолчанию каталог вы используете и образ iso у меня вот вот он образ iso лежит он определил тип по исочнику и говорит что автоматом ставить не может ну не может так не может значит памяти ну я установлю 8 у вас не меньше двух желательно установить лучше 4 значит диск ну поскольку это действительно рабочий диск на весь семестр нам 80 поставлю любая далее вот у нас вся информация готова давайте настройки посмотрим общий давайте буфер включим общий видео памяти нам столько достаточно пожалуй все значит остальное нам пока не интересно ну вот собственно мы и подготовились к установке нашей системы пау да 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 Продолжение следует...